Приветствую, коллеги! Предлагаю вам посетить наш сервисный центр, находящийся по адресу город Москва, Дубнинская, 50Б, строение 1. Здравствуйте, господа! Приветствую, Эдуард! Привет, Владов! Пройдемся, посмотрим, чем живете и чем работаете. Пройдем, пройдем. Что тебе рассказать? Слушай, много вопросов возникает, знаешь, какие? Допустим, приобрещается клиент с ремонтом и автомобиль не отдается в обозначенное время. Может, выйдем на улицу, посмотрим на стоянку и посмотрим, с чем связаны. Давайте, плюс-минус покажу, как там объем работы в этом автомобиле. Ну, ты сам можешь наблюдать, да, видишь? Да, да. Запись полная. Да, да. Тут проф свечи меняет V6, старый добрый классик. Проф красавчик вообще. Причем американский классик, а не так газовский. Смотри, карнивал здесь Евро-6, удаление экологии. Он в записи у нас на субботу. Ну, клиент решил пригнать пораньше, ему неудобно в субботу. Оставил, в общем, будем заниматься. HB, корейский автомобиль. Евро-6. Евро-6, да. Сейчас они, бедненькие, страдаются чаще и чаще у нас по экологии. Такой же еще собрат, махав сейчас в работе. Тоже Евро-6, тоже удаление экологии. Optima. Диагностик ходовой тоже в плане на сегодня на 15.00. Ожидает в своей очереди Grand Star X. Замена блока АБС, замена проводки блока АБС, замена трубок тормозных. Далее. Вот интересный экземпляр. Это самое интересное, это Sorento BL, 9-й год, Трест. Ремонт АКПП, готово к выдаче, ожидают владельцы и сегодня должны забрать. Но это частые гости, это у нас ценавка, 2 литра бензин. Старые добрые задели. Опа! Старые добрые задели. Как там уже установлен металлический, ремонтный. Все здорово, проблемой меньше. Сколько в среднем у нас ремонт капитана занимает? 5-7 дней, ну неделю грубо. По цене вилка? В среднем, наверное, 200, 220-250, если вещь о двухлитровых ЭНА, КД моторах. Если 2,4, наверное, тут состояние двигателя от, что он ездит, стучит, либо он уже заклинил и не запускается. О, какая страна. А, вот это секретный автомобиль. Да, опа, слушай, ну коробка, скорее всего. Каперли в точку нет. С первого раза. А, бензовый двигатель, да? Это дизель, тоже 2,2, это евро-5, 4HB, АКПП, А8, ЛФ-2, полный привод. Ну, собственно, известная проблема, развалился гидротрансформатор. Ремонт гидротрансформатора, замена там, пакет фрикционов сгорел, ремонт гидроблока. Хотя коробка так-то надежная, да, вот единственная болезнь у них? В общем, в целом, да, единственная, да. Вопрос к гидротрансформатору. А вот, смотри, между прочим, X-35, ты спрашивал по записи, часто не часто приезжают. На завтра записан, сегодня на эвакуаторе. А, и потом будет вот занимать место на парковке? Ну, как бы, да, 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 и не сможет припарковаться. Но отказать тоже им не можем. Это Grand Star X G4 KG мотор, 2,4 бензин, капремонт был готов, ждет, чтобы уехать снова в Тверь. Дизель D4 CB, старый добрый Евро-4, тоже капремонт, в работе двигатель снят, занимаемся. Оп, то же самое, да, опять капремонт. Это КД, 2 литра бенз, капремонт. Скажи, сколько по обращениям капремонта в неделю поступают автомобили? Слушай, у нас на прошлой неделе было, каждый день разбирали двигатель, да, в общем, на этой неделе плюс-минус так же двигатель в день. Я не знаю, ну, грубо, можно взять, ну, наверное, что-то 25, мы в прошлом месяце сделали. Ну, если в марте, то первое. В Долгопруном где-то мы посчитали 5, получилось у нас, в неделю, да. Ну, плюс-минус всего. А, ну, в неделю, ну, плюс-минус одинаково. Это тоже у нас G4 ND, как и на, только 1,8. Слушай, вот, кстати, часто спрашивают, почему не приезжают на ремонт, почему мы не показываем ремонт. Вантры. Почему? Вот она. Она, вот она, кстати, да, но и автомобиль достаточно редкий у нас, поэтому он и не приезжает. Ну, это вроде как американский. Нет, это европейка. Европейский рынок, но они довольно-таки редкие с такими двигателями. Опа. К сожалению, частью, они тоже имеют проблемы с задиров. Не повезло. Не фортанола. Это у нас вопрос по приводу. На завтра в записи то ли промвал, то ли шлицы на внутреннем правом шлице, либо крепление промвала к блоку оторвалось. Будем диагностировать, разбираться. Но если успеем, сегодня возьмем работу. Если нет, планово завтра. Давай, давай, конечно. Матрикс Астраханский. Самая крутая тачка за сегодня. Плановая ТО. Итальянский автомобиль, кстати. Чуть-чуть есть там, да. Ай-40. Ай-40, два литра бензена эндоскопия. Оставает. Плюс плановая ТО, маска фильтра, топлив этой байки. А пробег не помнишь, какой у него? Ну, это 72. То есть уже на подходе, в общем-то. Ну, плюс-минус, да. Александр, добрый день. Дикторик наш. Занимается применением свечей зажигания. Топовый автомобиль в свое время. Это очень крутая тачка. Чтобы поменять свечку, надо снять впуск. Правильно, Александр? Или неправильно? Нет. Можно поменять без снятия впуска свечек? Хорошо, можно. Эта тачка к нам приехала. Это богатая смесь была. Соответственно, по диагностике свечи зажигания здесь на приборке 126 тысяч миль. Я вряд ли сомневаюсь, что там он оригинальный. Хотя, может, если оригинальный, то свечи, они там заводские стоят. Электродов вообще не осталось. Ну, собственно, меняем свечки. Меняем фильтр воздушный. И броневые провода. Далее. Грант. Тут, как видите, должен быть евро-четвертый двигатель. Стоит что-то от Старекса первого, либо от Соренто с алюминиевой крышкой. 145 сил. Но частично переделаны из двух в один собранный. Тут турбо закончилось. Да, меняем турбину. Теплообменник также закончился предневой. Тут какие-то интересные нововведения. Смотри, да? Это? Это технологии космические. Да, сколковые. Здесь у нас Костян, вы с ним знакомы. Он делает ТО маслофильтра. Диагностик ходовой. Ага, X-35. А вот там сборка. А вот ЦБ. Для 4ЦБ это, который на улице снимал. А, да, да. Капремонт. Юрий, добрый день. Привет. Верец у нас занимается. Здесь у нас хомп. Перептугивание втулок балансированных валов. Замена насосов, вкладышей, цепей. Распредвалов, постелью, распредвалов. Скажем так, правильное отслуживание двигателя. Раз в 300 тысяч. Раз в 300, да. Кстати, давление было 1,4. В этот момент разобрали двигатель. 1,4 бар, имею в виду давление масла. Разобрали, там ничего не провернуло, ничего не здорово. Просто все встерлось в ноль вкладышей, скажу, из-за меди. Прям вовремя, вовремя. Еще бы чуть-чуть, и головы, и дороже. Ну, а как, о котором я рассказывал. Замена удаления экологии, удаления саживания, УПФДПФ, фитеров, перепрограммирование блоку, запрошили, перепрограммировали. Отключили AdBlue, отключили саживать программное датчике. Дифференциального давления. Теомехническая часть осталась. Да, да, да. И прошивку мы делаем сами, правильно? Сами, да, да. Сам, вот Александр, вы его видели ранее. Сергей Павлович. Сергей Павлович, приветствую. Я ремонт ходовой с подразвал. Готов с подразвала. Выгоняем, отдаем. А это, сончик стоит в очередь на подразвал уже после ремонта ходов. Тоже, кстати, редкий гость, да, тут сон? Да, довольно. Только с коробками приезжать, мне кажется, они в основном. Да, кстати, вот 10 минут назад позвонил клиент, записался, коробку чинили, теперь поменять масло планово хочет. Так достаточно надежно, да? Ну, в общем, все. Если не двухлитровый бензин, конечно. А у них Ажа есть? Ажа и там 1 из 7. 1 из 7. Здесь Михаил. Известная проблема в этих Гранд Сарксах. Сопоружу напереднями. Штатные они, собственно. Хочется, этого нет, они рано или поздно лопнут. Хоть у тебя стоит автомобиль, хоть катается. Что, на этом закончим нашу экскурсию? Да, я пойду еще проверим, как там так сети пожелаем. Давай, давай. Заходите. Спасибо, Эдуард. Коротенько пройдемся, посмотрим, где можно приобрести запчасти. Также у нас в Капотне 32 есть кузовной цех. Номер телефона, возвращайтесь. Это ребята занимаются запчастями. Приветствую, коллеги. Это комната отдыха. Вот так вот можно сесть в кожаный диванчик. Удобно расположиться и посмотреть телевизор. На этом наш обзор закончен. Спасибо за внимание. Приезжайте на ремонт. Пока.